Минувшая ночь стала для Барнаульского аэропорта знаменательной. Впервые после пандемии на табло отправления появился международный рейс на Пхукет. Для многих это настоящий праздник. Улетающих в Таиланд встречают с пирожными и шарами. Вылеты в жаркую страну решили возобновить из-за большой популярности направления. Многие жители края улетали в Таиланд из Новосибирска. Для сибирских туристов, для нашего туриста, в том числе и алтайского, Таиланд, наверное, наряду с Вьетнамом является таким базовым ключевым направлением, зачастую, возможно, даже более популярным, чем Турция. Поэтому, конечно, это номер один направление по объему перевозки и спросу у туристов непосредственно. По задумкам туроператоров, первый прямой самолет за границу должен был отправиться в апреле. Однако подходящий борт нашелся раньше. Планируется, что летать он будет до октября этого года, один раз в 12 дней. Стоимость туров в Таиланд на двоих стартует от 150 тысяч рублей. В том году, в принципе, цены были меньше, в этом году не летали еще. В октябре с Казахстана было гораздо дешевле. Я думаю, что-то на то и выходит с Новосибирска, потому что все равно бензин или автобус или еще как-то. Из Бернова очень удобно. Главное, чтобы туристы не вывозили запрещенные вещи из Таиланда. Например, необработанные ракушки или песок. Потому что все это принадлежит королю. Попасть в неловкую ситуацию можно и по приезде в Россию, прихватив с собой кораллы или даже животных. Зачастую туристы, приезжая из азиатских стран, привозят алкоголь с превышением нормы, а также под видом сувенирной продукции различные виды холодного оружия, такие как кастеты и сюрикены. По словам специалистов, сейчас люди активно скупают путевки на весну и лето. Если спрос не спадет, то до октября в Таиланд из Барнаульского аэропорта отправится более 5 тысяч туристов. При первой возможности туроператоры планируют сделать и другие международные направления. Данил Кузнецов. День с толком.